Третий день. Вся страна от Камчатки до Калининграда живет в режиме чрезвычайной ситуации. Впервые в истории самого экстренного ведомства МЧС проводится учение такого масштаба и продолжительности. В этих тренировках задействовано 14 миллионов человек. Это примерно каждый десятый россиянин. Стартовались российские комплексные учения. Особенность учения заключается в том, что это первый раз такое учение проходит в один день в масштабах всей России по ликвидации последствий крупномасштабных чрезвычайных ситуаций. Ситуации созданы условные, разные, учитывая специфику каждого региона. Каждому региону было предложено самостоятельно определиться с легендой учений. На Камчатке проверяли, как быстро местные спасатели способны развернуть палаточный городок на случай сильного землетрясения. По сценарию подземные толчки разрушили не меньше полутысячи домов в Петропавловске. Но даже после этого жизнь в лагере для пострадавших должна идти своим чередом. Здесь даже предусмотрена школа. Например, у нас землетрясение, значит мы должны быть готовы к землетрясению. Но это не значит, что мы должны зацикливаться и только в одном направлении. У нас на территории Камчатского края 18 рисков. То есть это и подтопление, и снежные лавины.